Даниил, рады приветствовать. Здравствуйте. Добрый вечер. Даниил, а что это за практика такая? ЧВК Вагнер, его, собственно, представители этой частной военной компании, теперь преподают какие-то уроки, насколько я понимаю, уроки героизма ученикам. Что это за практика такая и какая основная цель этого? Ваше мнение, пожалуйста. Эта практика уже не новая. Это, в принципе, с началом войны понятно, что пропаганда пришла и в российские школы и встала там просто на такие рельсы практически еженедельных уроков, плюс дополнительные уроки, когда есть какой-то повод, годовщина Алексея Крыма или что-то еще. И нужны люди, которые будут приходить и выступать вот этими героями и пропагандировать эту войну. Много тысяч российских военных и вагнеровцев уже вернулись в Россию, и они такая подходящая, по мнению власти, кандидатура, чтобы в камуфляже приходить с нашивками ЗЭД и рассказывать детям про то, как они их спасали и проводили такие уроки. Ну и как в вашем репортаже было отмечено, конечно, очень многие из них вагнеровцы, почти все вышедшие из тюрьмы были преступниками и раньше, совершали преступления, насилие и на войне. Люди с поколеченной психикой возвращаются, совершают преступления в России, ведут уроки в школах, и, конечно, после таких уроков есть и волонтеры, и журналисты, кто ищут информацию и рассказывают, что это за люди, что они совершили и с чем они приходят в школу. Даниил, вы знаете, вот я сейчас вспоминаю, сижу, да, во-первых, мы все из детства знаем эту фразу, все профессии важны, все профессии нужны. Но в данном контексте, я помню, ко многим в школы приходили, да, ну так организовывал преподаватель, классный руководитель из тех профессий, да, там особенности, это почему-то касалось отцов, приходили, рассказывали о важности своей профессии, рассказывали об особенности своей профессии. Ну и действительно для многих детей это были такие героические профессии и так далее. Но тут же, я сейчас не к вам претензию надену абсолютно, но просто есть же понимание, что тут приходят бывшие, ну даже их сложно назвать бывшими, но бывшие заключенные, но тех, кто совершил очень серьезные проступки, злодеяния по отношению к своим же соотечественникам. В данном контексте это представитель и ЧВК Вагнер, который, да, совершил тяжелые, да, тяжелые злодеяния с последствиями тяжелыми и так далее. И сейчас их представляют в таком формате героизма. Я понимаю, что это, наверное, все-таки вопрос больше психологического характера, но таким же образом происходит абсолютное, ну скажем так, смешивание героизма и уголовных каких-то деяний. К чему это может привести к будущему? Мы можем только, Данил, насколько я понимаю, с вами сегодня прогнозировать и можем только понимать, к чему это может привести. Но и что в головы закладывается на сегодняшний день юному поколению, вот как все-таки могут сегодня противодействовать, вы представляете, независимый профсоюз, альянс учителей. Как могут учителя противостоять таким тенденциям и таким, скажем, рекомендательным урокам, когда приходит представитель ЧВК Вагнера и так далее, для того, чтобы пообщаться с молодыми людьми, с молодым поколением. Могут ли сегодня учителя каким-то образом противостоять этому? Либо же тут, извините, нужно молчать и соглашаться, и тоже постоять, послушать этого представителя ЧВК Вагнер, ну и сделать голове только свои выводы определенные. Я думаю, вы правы в том, что тут есть определенный парадокс, и он объясняется очень просто. Эти люди вышли из тюрем и, в принципе, смогли сгущить контракт с ЧВК Вагнера и по-хвоему воевать в Украину, потому что их личным указом помиловал Путин. Они возвращаются, им и Пригожин говорил, что вы возвращаетесь в нормальную жизнь, теперь уже героями. Им это российское государство говорит, многие из них получают государственные награды, и действительно вчерашние заключенные сегодня воспринимают себя героями, потому что государство их так определяет. И что касается второй части вашего вопроса, про то, что делать учителям, на самом деле учителя здесь в трудном положении, потому что такие встречи, как правило, организуют все-таки администрации школы и директора школы, они проходят не во всех классах, а в тех классах, как это определит, куда их направит администрация школы. Насколько я понимаю, в основном они стараются подбирать такие классы лояльные, где администрация не знает каких-то там выраженно оппозиционных, смелых родителей или старшеклассников, чтобы это просто с минимальными рисками проходило, чтобы не превращался в какой-то публичный скандал, чтобы не уплывали аудио-видеозаписи. Но учителям, которым это навязывают, у них очень мало возможностей без риска увольнения, дисциплинарного взыскания, отказаться и как-то избежать этого. Если сейчас говорить непосредственно о дальнейших действиях Российской Федерации, я правильно понимаю, что в целом из так называемой СВО Российская Федерация пытается сделать и переубедить всех россиян, что это не война, а что это вынужденная мера по защите и безопасности Российской Федерации. Хотя на территорию России никто даже и не думал заходить, никто не думал воевать. Мы видим с 2014 года, как Российская Федерация делает обратное, захватывает Крым, часть Донецкой и Луганской области, а в 2022-м вторгается полномасштабно на всю территорию. Это было с самого начала российская власть. Сейчас уже чиновники стали использовать слово «война». Очень долго не использовали. И территория, как это вы сейчас приводите, их обоснование нужности этой так называемой спецоперации, все это, конечно, сразу пришло в школы. Я думаю, что у этих уроков цель даже не столько сейчас убедить в необходимости спецоперации. Люди к ней более-менее привыкли и не задаются каждый день вопросом, а что же это такое, почему, зачем это надо и так далее. Я думаю, сейчас главная цель в том, чтобы сделать как можно больше людей, сотни тысяч, миллионы людей соучастниками этой войны через какие-то прямые формы поддержки. Спецоперацию включают в школьную программу, чтобы школьники должны были не только что-то об этом слушать на уроках, но и воспроизводить на экзаменах, на контрольных работах и так далее. И проводятся всякие такие встречи с военными, все это включается во внеурочную деятельность для того, чтобы школьники писали письма, собирали консервы и трусы, чтобы какие-то флешмобы проводили, как можно больше людей втянуть в какие-то формы поддержки войны, а чтобы родители этих детей и их бабушки, дедушки тоже чувствовали, что... Ну, искали какое-то моральное оправдание внутри себя, чтобы как-то жить с этим дальше. Потому что если ты не находишь этому оправдание, то ты должен как-то сопротивляться. Безопасных способов какого-то протеста, коллективного действия в России сейчас отсутствует. Поэтому вот миллионы людей втягивают в эту поддержку или в такой моральный релятивизм в отношении поддержки войны. Мы следим за, в целом, как действует сейчас Российская Федерация по отношению к Украине, как меняются процессы внутри Российской Федерации. Экономисты и аналитики акцентируют внимание на том, что Российская Федерация наращивает экономику, переводит ее на военные рельсы, тем самым делая акцент на производстве военной техники, ракет. Мы видим, как, если не ошибаюсь, Уральский вагоностроительный завод и тракторный завод, Уралвагонмаш, они активно производят танки. Сейчас мы с вами обсуждаем тему, когда уже даже к детям в школу приходят так называемые герои, как их называют в России, представители Вагнера в данном случае, говорят о своем так называемом героизме, вторжении на чужую территорию. Я правильно понимаю, что Российская Федерация целенаправленно через разные механизмы готовится к длительной войне, к долгосрочной войне? Мне кажется, война уже идет довольно долго, и мне кажется, это единственная стратегия и выгодная для Путина стратегия, потому что российское общество привыкает. Какие-то экономические ухудшения, они постоянно происходят, но они тоже постепенные. Российская экономика не рухнула ни за две недели, ни за два месяца. Путин очень рассчитывает, что общество в Европе, в европейских странах, которые поддерживают Украину, что людям все это надоест, и люди перестанут переживать из-за очередных каких-то кадров, когда ракета попадает в дом, все это будет уже не так сильно эмоционально теплять. Он рассчитывает, что будут проходить выборы в Европе, в Америке, будут меняться политики, и рано или поздно, то там, то тут будут приходить в власти те, с кем он сможет договориться, какие-то циники. Поэтому, да, Путин, я думаю, и сам хочет долгую войну и очень старается, в том числе через школьную пропаганду, нормализовать восприятие войны в обществе, что вот теперь так устроен мир. И в этом смысле война на Ближнем Востоке ему тоже очень с руки. Но все даже по миру войны, конфликты. Мир сложный, ну вот и мы тоже вот оказались втянуты, такое сложное вот у нас местоположение на карте мира вынуждено защищать, спасать людей. Еще позвольте тогда уточнить и углубиться еще больше в эту очень довольно-таки интересную тему. Вы говорите, что это единственная стратегия Путина. Это война, это обострение всех, эскалация всех процессов. Даже вот на недавней встрече, кстати, выступление перед прессой, Путин сказал о том, что без войны, как показала практика, человечество не может, ссылаясь на других, конечно же, лидеров, хотя я уверен, имел в виду и именно себя. До сих пор, уже почти два года, как длится так называемое СВО, целей этой СВО никто не знает. Вы для себя понимаете, какие же цели преследует Путин по полномасштабному вторжению на территорию Украины? Для меня довольно сложный вопрос. Скажем так, до начала этой войны я много лет лично воспринимал Путина как человека, помешанного на личной власти. А власть – это способ воровать. Он помешан на деньгах и на роскоши. И, казалось бы, война должна перечеркивать. Он стал лично беднее, у него там брали яхту, его друзья стали беднее. И, в принципе, он, наверное, в этом сроку власти, каким бы он ни оставался, он его сократил. И свою политическую жизнь, может быть, и физическую, он сократил. Но я думаю, что в этом был какой-то очень грубый просчет. Я уверен, что начиная войну, он, конечно, хотел ее короткой, успешной, завоевательной, чтобы она была. И не рассчитывал, что это будет так долго и так тяжело, с таким количеством унижений, с Кыринским мостом и так далее. Стал ли, в какой степени он сейчас все тот же старый Путин, помешанный на деньгах, в какой степени он помешан на такой псевдоистории, псевдосправедливости, каких-то вот этих вот своих изысканиях, которые он там время от времени повторяет. Или он симулирует это сумасшествие? Честно, не знаю, не могу сказать. Вам огромная благодарность за участие в нашем эфире. Действительно, тема сложная, непростая. Вот сейчас для себя открыла, как действовать могут учителя. Единственное, что это просто уходят, покидают. Вот и недавний случай, смотрю, в Новосибирске прокуратура оштрафовала частный колледж, руководство которого отказалось проводить курс разговора о важном. Я напомню, это такая одна из инициатив российской власти, придуманная для оправдания войны в Украине. И мы видим, что все-таки вот то, как пропаганда проникла в школы, она все-таки проникает все еще в глушьбы. Чем это очревато, мы сегодня с вами уже обсудили. Обязательно увидимся. Данил Кен, глава независимого профсоюза Альянса Учителей, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.